Привет, меня зовут Пол Хики, я предприниматель и инвестор. Сейчас, находясь за рулем автомобиля, я хотел бы на пару минут обратиться к профессионалам сетевого бизнеса, которые ищут новую компанию и хотят перемен в своей жизни. Каким же образом нужно выбирать компанию? Всем известно, что именно от выбора правильной компании зачастую зависит объем заработанных денег. В идеале нужно прийти в компанию и остаться с ней на 30 лет, потому что каждый раз, когда вы меняете компанию, вы теряете до 70% своей структуры, а это 70% дохода. Ваши доходы будут заметно различаться, если в течение следующих 30 лет вы будете каждые 5 лет менять компанию или же будете верны одной компании. По статистике, структура сетевика ежегодно увеличивается на 30%. Если каждые 5 лет вы меняете компанию, то к концу 30-го года ваш доход составит 66 тысяч долларов в месяц. Это неплохо. Однако в случае, если вы будете работать в одной компании следующие 30 лет, вы будете зарабатывать 2,6 миллиона долларов в месяц. Это на 4000% больше, чем в случае перемены компании каждые 5 лет. Именно поэтому выбор компании – самое важное бизнес-решение из возможных. Так какова же цена вашего решения по выбору правильной компании? А цена – это соизмеримость ситуации, в которой кто-то протягивает вам чек на 10 миллионов долларов и просит вложить эти деньги в сетевую компанию, которая в следующие 30 лет принесет инвестору максимальную прибыль. Что вы будете делать? Являясь профессиональным инвестором, я анализирую сетевые компании уже 10 лет. Владея технологией финансового анализа, я принимаю взвешенное решение, стоит ли вкладывать мои собственные деньги в ту или иную сетевую компанию. При проведении финансового анализа используется два перечня критериев. В первом из них содержится требование, к которым сетевая компания должна отвечать. Второй перечень включает в себя конкретные доказательства того, что компания действительно удовлетворяет требованиям из первого списка. Начнем с требований компании, которые вы должны предъявлять. Некоторые из них, возможно, удивят вас. Менеджмент компании. Даже при наличии потрясающего продукта некомпетентные менеджеры способны уничтожить все. К сожалению, многие из вас сейчас утвердительно кивают, потому что не раз с таким сталкивались. В первую очередь, вам нужна компания с более чем одним владельцем. Почему, спросите вы? Да потому что если единственный владелец начнет делать что-нибудь не то, никто не сможет остановить его, и это скажется прежде всего на вас. Если у компании несколько владельцев, управленческие риски минимизируются. Второе. Вам нужна компания, руководство которой не привлекалось к уголовной ответственности и вообще не имело проблем с законом. Это может казаться очевидным, но многие сетевики не обращают на это внимание. Нельзя вести бизнес в компании, руководство которой привлекалось к ответственности. Третье. В руководство компании должны входить специалисты из различных сфер. Это не должны быть только дистрибьюторы или только юристы или только профессиональные инвесторы. Идеальная в этом смысле компания та, которая в составе своего менеджмента имеет и дистрибьюторов, и производственников, и маркетологов, и инвесторов, как я. Четвертое. Продукт важнейший критерий для компании. Компания должна быть ориентирована на продукт. Если главная для компании это бизнес-возможность, такая компания чаще всего терпит крах. Компания должна быть ориентирована на производство высококачественного ценного продукта. Только такие компании способны проработать еще 30 лет. Пятое. Продукт компании должен быть ее исключительной собственностью и являться уникальным. Этот продукт должен быть таким, чтобы приобрести его можно было только у вас. Например, если вы продаете сок в бутылках по цене 25 долларов за каждую, и точно такой же сок можно купить в соседнем магазине по 10 долларов, это реальная проблема. Вам нужен уникальный продукт, чьим исключительно дистрибьютором являетесь вы. Шестое. Вам нужна компания с высоким объемом розничных продаж. Почему? Потому что высокие розничные продажи свидетельствуют о наличии высококлассного продукта, что в свою очередь обеспечит компании долговременное пребывание на рынке. Седьмое. Вы точно не должны начинать работать с компанией, которая платит лидерам за присоединение. Почему? Потому что это говорит о посредственности продукта, недальновидности менеджмента, а также о том, что через пару лет такая компания прекратит свое существование. Если компания не имеет хорошего продукта и щедрого компенсационного плана, а привлекает лидеров за вознаграждение, вы просто не должны даже рассматривать такую компанию. Восьмое. Если компания имеет богатую историю взаимоотношений с властями, это не ваша компания. Я говорю сейчас не о менеджменте и управлении. Я говорю о наличии предписаний и запретов по отношению к компании со стороны государства. Девятое. Вам нужна компания, бизнес которой работает в нескольких странах. В противном случае, если все продажи формируются в одном государстве, любой кризис в этой стране больно ударит по вашему бизнесу, и вам придется начинать все заново. Даже если в какой-то точке мира дела компании пойдут плохо, вы всегда сможете строить бизнес в другой стране. Десятое. Вам нужна компания со справедливым и щедрым компенсационным планом. Я не могу описать конкретные черты такого плана, потому что все зависит от продукта. Занимается ли эта компания продажей финансовых услуг, украшений, витаминов или чего-то еще. Единственное, на что вам обязательно нужно обратить внимание, насколько легко компания может отнять тот бизнес, который вы построили. Если компенсационный план компании недостаточно прозрачен и имеет лазейки, компания с легкостью при определенных условиях может оставлять себе суммы комиссий, которые предназначались для вас. Одиннадцатое. Вам нужна компания, капитал которой неуклонно растет. К сожалению, я много раз сталкивался с ситуациями, в которых у компаний просто заканчивалась ликвидность. Руководство обращалось ко мне за финансовой помощью, но было уже слишком поздно. Обеспечение постоянного роста капитала – основное звено в успешном долгосрочном развитии компании сетевого маркетинга. Двенадцатое. Вам нужна компания, которая является самостоятельным создателем продуктовой категории. Сетевые компании являются лучшими организациями в экономике, приучающими потребителей к новым продуктам. И лучше всего, если продукт не просто новый, а входит в новую продуктовую категорию. Тринадцатое. Время. Вам нужна компания, войти в которую сейчас не слишком рано, это позволит существенно избежать рисков, но и не слишком поздно, так чтобы не упустить момент. Самое подходящее время для входа, когда товарооборот в месяц составляет от 2 до 18 миллионов. Инвестирование именно в этот период принесет вам в будущем максимальную прибыль. Вот перечень критериев, которым должна удовлетворять сетевая компания. Если вы нашли такую, будьте уверены, в следующие 30 лет компания будет стабильно работать, и вам точно стоит присоединиться к ней сейчас. Многие из вас, скорее всего, думают о том, как здорово было бы найти компанию, удовлетворяющую всем 13 критериям. Вам повезло, потому что я знаю именно такую компанию. 4 месяца я подробно изучал ее и в конце концов принял решение о вложении в эту компанию своих собственных денег. Это единственная компания среди тех, что я анализировал, которая удовлетворяет всем без исключения 13 критериям. Это компания RAIN International. Давайте быстренько пробежимся по всем 13 критериям и посмотрим, что есть у компании RAIN. Итак, первое. Компанией владеют множество акционеров. Второе. Никто из менеджмента не привлекался к уголовной ответственности. У компании чистая репутация. Третье. Руководители компании – ребята из различных отраслей, очень успешные люди, потрясающая команда управленцев. Четвертое, пятое, шестое. О продукте. Компания целиком ориентирована на продукт. Основная цель – производство высококачественного, высококлассного, ценного продукта. Продукт является исключительной собственностью и разработкой компании. Уровень розничных продаж необычайно высок, в 10 раз выше, чем в среднем по отрасли. Седьмое. Рейн не платит лидерам, чтобы они ушли из своих компаний и начали работать с RAIN. При этом RAIN продолжает расти, и лидеры сами присоединяются к ней, без оплаты. Это говорит о многом. Восьмое. У RAIN не было и нет никаких проблем с властями. Я знаю, я проверял. Девятое. Бизнес RAIN развивается сейчас в более чем 30 странах по всему миру. Это полностью исключает риск появления трудностей в отдельно взятой стране. Десятое. RAIN выплачивает партнерам 50% CV. Более того, это уровень, который легко поддерживать. Одиннадцатое. Капитал RAIN постоянно растет, и у компании имеются источники увеличения капитала. Это привлекает разного рода инвесторов, в том числе и меня, более четырех лет назад. Двенадцатое. Все продукты RAIN основаны на концепции получения питательных веществ из семен. Компания действительно создала совершенно новую продуктовую категорию в индустрии питания. Тринадцатое. Продажи компании RAIN исчисляются суммой в 5 миллионов долларов в месяц. Это идеальное время для присоединения к компании. Мы видим, что компания удовлетворяет всем 13 критериям. И в двух вещах, я уверен, точно. Во-первых, очень тяжело найти другую компанию, которая также отвечала бы всем требованиям. Во-вторых, компания RAIN будет работать на рынке следующие 30 лет, и даже больше. Помните, в начале этого видео я говорил о доходе в 2,6 миллионов долларов в месяц? Я надеюсь, эта презентация поможет выбрать вам правильную компанию. Я надеюсь, что этой компанией станет RAIN. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова